Этот вечный огонь на Аллее Славы в центре Видного горит в том числе и в память о тех, кто погиб в фашистских концлагерях. Несмотря на то, что прошло уже много лет, воспоминания живы. Николай Михайлович Родионов возглавляет районную ветеранскую организацию бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. В 43-м году ему было 8 лет. Тогда немцы вошли в их деревню, расположенную в 18 километрах от Пскова. В соседнем поселке всех жителей согнали в амбар и сожгли. Маленький Коля и его родители ждали такой же участи, но их отправили в концлагерь. Я сначала в Псковском лагере для военнопленных. Там неделю у нас ни кормили, ничего. С голоду умирали. Потом погодили на машину, повезли. Три раза смерть в глаза смотрел. Похожую историю может рассказать любой из тех, кто сегодня стоит перед памятником узникам фашистских концлагерей. То, что эти люди остались в живых – настоящее чудо. Над узниками проводили эксперименты, подвергали действию химических веществ, ставили физиологические опыты. Их заражали тифом, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями. Сжигали заживо. Третий рейх удерживал в лагерях смерти более 20 миллионов человек. Из двух миллионов детей, находившихся в концентрационных лагерях, выжило чуть больше 300 тысяч. В этот день по всему миру люди возлагают венки и цветы к мемориальным сооружениям. Честуют тех, кто внес значительный вклад в помощь освобожденным узникам. Общественные организации устраивают посвятительские лекции. В торжественном построении и митинге на Аллее Славы приняли участие школьники, представители администрации, руководители муниципальных служб. Так судьба сложилась, что я дважды был в этом лагере, на территории этого лагеря, на воротах которого, вы наверняка все знаете, была такая чувственная надпись на немецком языке «Edem das Sein», то есть каждому свое. То есть это фашистский режим, который они думали, что они его установят. Они в то время уже взяли на себя ответственность распоряжаться судьями людей. Ленинской районной общественной ветеранской организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей всего 5 лет. В 2012 году в ней состояло 240 человек, сейчас осталось 84. Несколько ветеранов переехало, но большинство вместе со своими ранами, своей болью и памятью покинули эту землю навсегда. А потому оставшиеся в живых спешат поделиться с молодежью своими воспоминаниями. Это наш долг, чтобы молодежь наша современная не видела тех страшных дел и ужасов, что творил фашизм. Как бы мы не были заняты, как бы мы не были здоровые или больные, мы всегда идем в школу, общаемся с детьми. На этих встречах школьники учатся тому, как важно оставаться человеком даже в самых ужасных условиях и как сохранить силу духа. Непокоренные. Именно так написано на памятнике и на медалях узникам фашистских концлагерей. Максим Козлов, Алексей Руднев, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok